Борис Щербаков приехал в Москву из Ленинграда, был невероятно горд и счастлив, он стал студентом школы, студии МХАТ, все складывалось просто замечательно, парню дали место в общежитии и он, общительный компанейский от природы, сразу же начал знакомиться со своими соседями. Этот веселый и приятный момент был неожиданно прерван, в комнату вошла очаровательная девушка. А она, вероятно, не ожидала увидеть в комнате, которую, как она полагала, выделили ей, молодых парней и совершенно застеснялась от неожиданности. Чтобы как-то объяснить свое появление, девушка сказала, что ее поселили в эту комнату. А Щербаков, обычно находчивый, не подобрал подходящих слов, девушка ему сразу понравилась, вскочил со своей кровати и заявил, что в этом случае им стоит жить вместе. Получилось решительно и нагловато одновременно, за спиной прелестной незнакомки стоял ее муж. Так в конце августа 1968 года произошла судьбоносная встреча Татьяны Бронзовой и Бориса Щербакова. Недоразумение с комнатой разрешилось. Девушку определили на проживание в женское общежитие. Но ни Борис, ни Татьяна не смогли забыть обстоятельств своего знакомства. Подруги по общежитию рассказывают, что Танечка была невероятно хорошенькая, очень обаятельная, общительная и среди девушек пользовалась непререкаемым авторитетом. Она была немного старше, замужем очень практичная и прекрасно готовила. Ее советы пригодились многим, она была подружкой и подушкой, могла подсказать и утешить. Словом, в общежитии незаменимый человек. Все, конечно, сразу заметили, что однокурсник Боря, что называется, положил класс, на миленькую Танечку. Но она лишнего не позволяла и держала дистанцию. Но уже на втором курсе стало очевидно, между молодыми людьми непреодолимая сила взаимного притяжения. Татьяна оформила развод, но поженились они через три года с момента знакомства. Решающим стал жилищный вопрос. Татьяна и Борис встречались, любили друг друга, но жили в разных общежитиях, а когда получили дипломы об окончании вуза, устроились на работу в Амхат. В семейное общежитие селили только женатых и они расписались. Произошло это важное в их жизни событие в 1973 году. Пять лет супруги прожили в общежитии и вспоминают это удивительное время, как самое светлое в их жизни. Денег не хватало и оба подрабатывали. Молодые актеры разгружали вагоны на Рижском вокзале и однажды притащили несколько украденных ими арбузов. Борис подрабатывал в шашлычной, сторожевал, мыл пол и, если приносил еду, делился со всеми. В 1977 году у Татьяны и Бориса родился сын Василий и вскоре они получили свою квартиру. Это сегодня Борис Щербаков, известный артист, на счету которого большое количество ролей в театре и в кино, он востребован и в качестве ведущего на телевидении. Татьяна была больше известна как актриса театра, в последнее время она успешна как автор книг и сценариев. Вместе супруги уже почти полвека и, понятное дело, за долгие годы бывало всякое. Общительный красавец Щербаков всегда был окружен поклонницами и нередко увлекался. Татьяна не скрывает, знала об изменах мужа, очень переживала, плакала. Иногда не могла скрыть свои чувства и говорила мужу, что оставит его и уйдет с сыном. Тогда уже Борис умолял ее о прощении, клялся в любви. Спустя годы Борис Васильевич признается. Семью сохранила Татьяна, но он просто не мог бы жить без нее и сына. Щербаков уверен, успешным актером он тоже стал, потому что она, его жена, верила в него и он старался оправдать ее надежды. А свою любовь к ней он доказал не однажды. В 2006 году им выпало тяжелое испытание, у Татьяны Васильевны обнаружили онкологическое заболевание. Они выстояли вместе и все-таки благодаря Борису Васильевичу. Он не опустил руки, оберегал, помогал, днем и ночью был рядом с женой, старался, чтобы его уверенность и силы передались ей. И болезнь приостановилась, дала им шанс. Мудрая женщина, Татьяна Васильевна говорит, любовь многолика и бывает разной. В молодости любовь как буря и ураган, потом она преодолевает преграды и желание расстаться, а потом две половинки окончательно соединяются, становясь целым, неделимым. Вот такой период сейчас в их жизни. А как вы оцениваете эту семейную пару? Большое спасибо, уважаемые читатели, за внимание к статье. Комментарии и лайки весьма приветствуются.